Добрый день! Мы рады приветствовать вас на вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара – Axelot TMS – обзор продукта и партнерская программа. Мы начинаем. Ведущими вебинара выступят я, Вячеслав Жуйков, ведущий консультант компании Axelot, и Дмитрий Кулешов, администратор партнерской программы Axelot TMS. Axelot TMS – управление транспортом и перевозками – это новое решение от компании Axelot на базе 1С, для комплексной автоматизации работы транспортных компаний и транспортных подразделений торговых и производственных предприятий. Компания Axelot с 2007 года активно занимается автоматизацией транспортных процессов. За это время мы накопили достаточно опыта в сфере транспортной логистики. Axelot TMS – управление транспортными перевозками – это наша третья редакция системы, которая выбрала себе лучшие практики за все время. Проанализировав потребности рынка, мы пришли к выводу, что конечным потребителям необходим комплексный подход для решения вопросов по транспортной логистике. На текущий момент на рынке представлено достаточно много систем, которые частично покрывают потребности клиентов. Есть отдельно хорошие системы маршрутизации, есть системы, которые полностью закрывают учет собственного парка, также отдельно существуют системы спутникового мониторинга для отслеживания местоположения транспортных средств. В некоторых из этих систем представлен блок по учету затрат, но только по каждому из своих направлений. К сожалению, нет единого центра и учета консолидации затрат. В итоге для ведения транспортной деятельности необходим зоопарк различных систем. Мы же предлагаем комплексное решение, которое включает в себя все необходимое для управления транспортом и перевозками. Это и планирование маршрутов, и управление собственным парком, тарификация перевозок, спутниковый мониторинг и мобильный клиент для водителей, учет и консолидация затрат, различная аналитическая отчетность. Давайте рассмотрим функциональные блоки системы. Система ТМС состоит из трех модулей. Это модуль управления перевозками, предназначен для учета заявок на перевозку, для планирования маршрутов, учета тарифной политики. Модуль учета собственного транспорта включает в себя все необходимое для управления собственным автопарком. Модуль спутникового мониторинга предназначен для учета местоположения транспортных средств и учета событий по данным трекеров. В модуль спутникового мониторинга также входит нативное приложение для водителей на базе Android для двустороннего общения между диспетчером и водителем. Приобретать и внедрять продукт можно комплексно, затеястывая все модули, а также можно использовать отдельно каждый модуль. В типовых решениях от 1С, управления торговлей, ERP, УПП есть базисный функционал по доставке грузов, который не позволяет решить задачи маршрутизации, прозрачности учета всей цепочки поставок, рассчитать рентабельность всех звеньев перевозки и заказа на доставку. Все эти задачи решаются путем интеграции типовых конфигураций с нашим отраслевым продуктом Axelot TMS, управления транспортом и перевозками. Мы реализовали обмены по ВС-сервисам с типовыми продуктами 1С управления торговлей, 1С ERP, 1С УПП для получения заявок на перевозку, с 1С бухгалтерией для выгрузки данных по выставлению счетов и ведению бухгалтерского учета. При работе в нашей системе используются внешние сервисы. Это информационные сервисы, наши карты Axelot Maps, картография от наших партнеров, CityGit, Яндекс, Google, а также может быть использован открытый софт, это карты на платформе OpenStreetMap. Для работы модуля спутникового мониторинга необходимо получать данные от трекеров, установленных на транспортные средства. Мы работаем с сервисами, которые предоставляют нам данные через открытые протоколы. Среди них Автограф, Омником, Виолон, Скаут и ключевой наш партнер – компания iTop. Для связи между водителем и диспетчером мы используем нативное приложение на базе Android, разработанное компанией Axelot, которое позволяет осуществлять двустороннюю связь между водителем и диспетчером. Коллеги, давайте посмотрим краткий обзор функциональных возможностей системы Axelot TMS управления транспортом и перевозками. Полный обзор функциональных возможностей нашего продукта вы можете посмотреть на нашем канале YouTube. Итак, как я сказал ранее, наша система состоит из трех модулей. Это модуль управления перевозками, который включает в себя весь необходимый функционал по управлению заявками по планированию исполнения рейсов. Это модуль управления транспортом, который включает в себя все необходимое для управления собственным автопарком. Это модуль спутникового мониторинга, который включен у нас в раздел «Исполнение рейсов». Работа в системе начинается с получения заявки на перевозку груза. То есть это потребность клиента в перевозке груза из точки А в точку Б. Соответственно, в заявке на перевозку груза хранится вся необходимая информация по доставке груза. Это и маршрут следования, это информация о грузовых местах и товарном составе, это дополнительные операции, которые необходимо выполнить водителю в точках погрузки или разгрузки, это плановые доходы, которые рассчитываются автоматически по занесенным тарифным сеткам в систему. При необходимости это и инкассация, то есть это плановые суммы инкассации, денежные средства, учет денежных средств. Заявка на перевозку груза может осуществляться как простые маршруты, отображать, то есть это один адрес, отправленный один адрес получения, так и может использоваться мультимодальные схемы перевозок. В данном случае, для примера, это перевозка через региональный склад в Калуге. Соответственно, на основании цепи поставок в системе создается задание на перевозку, это уже конкретные задания для логистов, то есть это подтверждение логистам заявки для принятия ее в работу. Все задания на перевозку попадают в основное рабочее место логиста, это рабочее место планирования рейсов. Данное рабочее место состоит из следующих модулей, это карта, на которой отображены все задания на перевозку, слева мы видим информацию более подробную по каждому заданию, справа мы видим список автотранспортных средств, на которые можно вести планирование, а также ряд ограничений отборов настроек, которые позволяют отображать задания на карте. Задания логист может выбирать либо задания на карте вручную и перемещать необходимые задания в выбранные транспортные средства. Это ручное планирование. Есть в системе возможность автоматического планирования, для автоматического планирования необходимо выставить ряд ограничений, которые будут участвовать при автоматическом планировании маршрутов. После задания этих ограничений, система автоматически распределит заданные заявки по тем транспортным средствам, которые нам доступны. Система решает задачу маршрутизации транспорта, старается задействовать наименьшее количество транспорта для развоза наибольшего количества точек доставки. Как мы с вами видим, получились сформированные маршруты. Маршруты достаточно интерактивные, можно более подробно посмотреть каждый из маршрутов, выделив его на карте, отобразить или убрать этот маршрут. Следующим этапом для планирования рейсов является назначение на транспортные средства конкретных водителей и транспортные средства. Для этого предусмотрено отдельное рабочее место назначения транспортных средств на рейсы, где логист может подобрать на ранее спланированные маршруты транспортные средства. Здесь же у него отображается сразу стоимость данной перевозки, состояние транспортных средств. В данном рабочем месте назначение транспортных средств и водителей может производиться как в автоматическом режиме, задействовав определенные отборы и приоритеты распределения, так и в ручном режиме может назначаться. Еще одним немаловажным фактором является то, что можно в данном рабочем месте разыграть тендер среди сторонних перевозчиков. Выполнив запрос перевозчику, отправив ему свое предложение, автоматически сформируются тарифы, которые заложены в тарифные сетки в нашу систему. Далее отправляется предложение перевозчику. Перевозчик в своем личном кабинете видит полученные заявки на перевозку груза и может выставить свое предложение. Все предложения аккумулируются у логиста в данном рабочем месте на вкладке тендера. Логист более подробно видит всю эту информацию и может подтвердить или отклонить какое-либо из предложений перевозчика. После того, как мы назначили транспортные средства на рейс, необходимо выдать сопроводительную документацию в рейсе. У нас представлена вся необходимая документация, которая потребуется для исполнения рейсов. Вы ее можете увидеть на экране. После того, как мы спланировали маршруты, назначили транспортные средства, следующим этапом является контроль исполнения рейсов. Для этого в системе предусмотрено отдельное рабочее место по контролю исполнения рейсов, где логист может осуществлять полный спектр слеживания рейса по точкам, видеть маршрут следования на карте, видеть общую информацию по всем рейсам планировщиков, то есть вести полный обзор и контроль по рейсу. Причем контроль рейса исполнения его может осуществляться несколькими способами. Это может осуществляться вручную логистом, проставлением времени и проблем на точках, это может осуществляться при помощи системы спутникового мониторинга, по событиям мониторинга мы можем создавать прохождение точек. И самым оптимальным вариантом является использование мобильного приложения на базе Android, где водитель и диспетчер общаются с двусторонним обменем в онлайн режиме. В следующем хотелось бы рассмотреть блок по управлению собственным парком и учету горюче-смазочных материалов. Данный модуль включает в себя всю необходимую информацию по учету и управлению собственным автопарком. То есть здесь достаточно полный функционал, в который мы привнесли несколько интересных моментов, несколько фишек. Это, например, рабочее место планирования ремонтов, где отображаются более подробно спланированные ремонты. И механик гаража может увидеть в режиме реального времени, какие места ремонта у него заняты, распределить еще нераспределенные ремонты, посмотреть завершенные ремонты и какие-то ремонты, которые еще вот или только спланированы. Также это удобное рабочее место по управлению ремонтами, в котором представлена информация по техническому обслуживанию парка. То есть здесь достаточно удобно и оперативно видим прогнозируемую дату технического обслуживания, какой остался пробег у текущего транспортного средства пиктограммками, посвящивается необходимость прохождения ТО того или иного транспортного средства. Также в данном модуле представлен оптимальный учет типов документов транспортных средств и водителей. Здесь мы заносим типы транспортных средств, в которых отображаем более подробную информацию о, на кого выдается данные документы, срок действия данных документов, а также предупреждение об окончании срока действия документов. И опять-таки удобный функционал, интуитивно понятный, то есть все документы с определенными пиктограммками, по заданным характеристикам, отображается информация в общем списке и также приходит напоминание ключевым пользователям. Есть возможность создать продление документов транспортных средств водителей, то есть поставить ответственному пользователю задачу и проконтролировать ее исполнение. Одним из интересных моментов в нашем модуле по управлению транспортом это есть учет происшествий в пути, штрафы и служебные расследования. То есть мы можем фиксировать ДТП, которые произошли в пути на предприятии, то есть мы можем указать, какие происшествия происшествия, какие сотрудники и участники в этом участвовали при совершении ДТП, а также на основании ДТП создать служебное расследование, в котором будет указано ответственные лица, нанесенный ущерб, сумму нанесенного ущерба мы будем изыскивать. Либо же это со страховой компанией, либо же это со соответственного сотрудника. Аналогичный функционал есть по учету штрафов, то есть мы можем зафиксировать штрафы, которые приносят нам водители. Понятно, что все штрафы определяются на юрлицо, на компанию и встает оброченно такая задача, что необходимо понять, к какому рейсу этот штраф относится, разобраться в этом штрафе и при необходимости взыскать определенную сумму с водителя. Соответственно, наша система позволяет решить данную задачу. На основании штрафа, занесенных в систему, можно создать опять-таки служебное расследование, в котором будут указаны ответственные лица и размер штрафа, который должен заплатить водитель предприятию. Коллеги, это краткий обзор функциональных возможностей нашей системы. Как я уже говорил, более полный, подробный функционал нашей системы вы можете посмотреть на нашем канале на YouTube. Там более подробно разобрано, на какие кнопки, какие документы, за что, что отвечает, вы можете посмотреть именно там. Сейчас я хочу передать слово своему коллеге Дмитрию, который более подробно расскажет про партнерскую программу. Добрый день, уважаемые партнеры. Меня зовут Дмитрий Кулешов. Я администрирую партнерскую программу по продукту Ксилот ТМС «Транспортная логистика». И сейчас мы вкратце с вами поговорим о том, что же мы вам предлагаем по сотрудничеству. Мы создаем партнерскую сеть. Мы заинтересованы в партнерах, мы заинтересованы в квалифицированных партнерах. Наш подход к построению сети лучше партнеров меньше, но чтобы каждый из партнеров был лучше. Партнерство – это большой совместный проект, в котором участвуют не только разработчики, но и, собственно, партнеры. В этот проект надо вкладывать, чтобы получать от него какие-то дивиденды в будущем. Ну и каждая из сторон вкладывает то, что она может. Мы со своей стороны вкладываем в этот проект наш программный продукт, который мы разработали для транспортной логистики. Продукт вы только что видели. Надеюсь, вам он понравился. Нам он очень нравится. Мы считаем его отличным продуктом для автоматизации. Транспортной логистики. От вас, как наших партнеров, мы ожидаем, что вы вложите в совместное сотрудничество вашу постоянную практику работы с этой отраслью. Здесь важно, что практика – это долгоиграющая стратегия. Это не то, что вы увидели клиента, продали ему продукт, получили прибыль и на том успокоились. Для такой ситуации у нас тоже есть предложение, но все-таки здесь хочется акцентировать внимание на том, что нам нужны партнеры, которые будут постоянно работать с отраслью, будут присутствовать на рынке, будут предлагать продукт своим клиентам, будут этот продукт внедрять и качественно в дальнейшем обслуживать. И вот именно такой подход, он на длительной дистанции даст и вам прибыль, и нам прибыль. Так что обе стороны, даже три стороны, включая ваших клиентов, останутся в выигрыше, останутся в прибыли. Кого мы приглашаем к партнерству? Системных интеграторов, мультивендоров, работающих с платформой 1С-предприятия, не работающих с платформой 1С-предприятия – это уже не так важно. Мы можем предлагать вам наш программный продукт. Разумеется, 1С-франчайзи здесь никаких особенностей нет, все понятно. Если вы партнер 1С-франчайзи, вы наверняка что-то слышали об отраслевых решениях и, может быть, даже с какими-то работали. IT-компании, не являющиеся партнерами франчайзи, также приглашаем к вас сотрудничеству. И IT-фрилансеры – это и как индивидуальные предприниматели, так и физические лица, которые работают индивидуально, обслуживают одного или нескольких клиентов по договорам подряд. У нас для вас тоже имеется предложение, наша агентская программа вполне возможно вас заинтересует. Теперь, собственно, о том, что мы для вас подготовили. Мы подготовили два уровня сотрудничества. Первый уровень основной – это постоянный партнер. Это те самые, которых лучше меньше, но лучше. Здесь мы предлагаем вам маржинальность на лицензиях 50%. Мы активно будем рекламировать наших постоянных партнеров на наших мероприятиях, во всех наших рекламных активностях. В том числе на нашем сайте создается особый раздел, где будут перечислены все наши партнеры. Для региональных партнеров, которые находятся не в городе Москва, мы будем передавать клиентов. То есть, если кто-то из вашего региона обращается на нашу входящую линию, и при этом вы как партнер успешно работаете, вы присутствуете в вашем регионе, но так вот случилось, что по каким-то причинам клиент на вас не вышел, а вышел на нас, мы будем рекомендовать ему обращаться к нашему официальному партнеру в регионе присутствия клиентов. И еще одна очень важная такая опция – это защита инвестиций в партнерство. О чем это? Если вы с нами работаете, вы работаете хорошо, успешно, то есть вы отлично справляетесь с потоком обращений в вашем регионе, то мы не будем создавать в вашем регионе еще одного постоянного партнера, чтобы не размывать вашу активность. Мы понимаем, что вы вложили в партнерство, вы обучили специалиста, вы обучили менеджера по продажам, вы вложились в рекламу. Соответственно, мы со своей стороны будем всячески ваши инвестиции в наш совместный бизнес защищать. Ну и другая схема – это для тех, кто не заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, но, тем не менее, имеет какие-то выходы на пользователей нашего продукта, потенциальных или уже существующих пользователей, хочет просто поучаствовать в дистрибуции этого программного продукта и продать, скажем так, отгрузить эти лицензии, отгрузить клиенту. Для вас мы подготовили агентскую схему. Мы понимаем, что вы не заинтересованы в создании у себя постоянно действующей практики. Мы не будем морочить друг другу голову, выдвигая какие-то требования по сертификации, еще чему-то обучению, какой-то рекламной активности. Всем все понятно, поэтому мы предлагаем агентскую схему. Агентское вознаграждение плавающее зависит от параметров сделки от 15 до 40%. Здесь все будет решаться индивидуально. Теперь, собственно, о том, что входит в нашу партнерскую программу. Понятное дело, собственно, сам продукт. Продукт – это не просто конфигурация. Опять же, больше рассказываю для тех, кто не сталкивался с отраслевыми решениями. Продукт – это не просто конфигурация, это еще и пакет документации по нему. В перспективе создания базы знаний, то есть она у меня на схеме пунктиром обозначена, сейчас ее нет, мы ее будем создавать. Может быть, получится что-то похожее на 1STS, может быть, что-то получится похожее на Вики. Скорее всего, склоняемся к Вики, но как будет получаться, так будет получаться уже ближе к реализации, будет видно. Очень важная составляющая продукта – это поддержка. Продукт без поддержки, он, скажем так, не жизнеспособен, поэтому мы понимаем всю важность этой составляющей и мы ее развиваем. Поддержка для партнеров, она существенно отличается от поддержки для клиентов. То есть, если клиент задает один уровень вопросов, то партнер уже задает немножечко другой уровень вопросов. И вот там в практике организации техподдержки разделяется три линии технической поддержки. Первая – это то, что непосредственно оказывается на объекте эксплуатации у заказчика, как правило, выполняется IT-служба заказчика. Вторая линия – это уровень интегратора, то есть, это та организация, которая провела проект внедрения, которая в курсе того, как продукт используется пользователем и отвечает уже на те вопросы, которые возникают в процессе эксплуатации. И третий уровень – это вендорская поддержка. Это уже то, с чем не справляется интегратор. И это, собственно, поддержка самих интеграторов по каким-то таким более каверзным вопросам. Мы хотим, с нашими партнерами, мы хотим работать именно на третьем уровне технической поддержки. То есть, мы хотим, чтобы вы к нам обращались не с вопросами, вот как мне нажать вот эту кнопку, а с тем, что уже очищено от вопросов, которые адресуются первой и второй линии технической поддержки. Поддержка для пользователей в наборе лицензии на Axelot TMS – поддержка платная. Уровень оплаты составляет 15% от стоимости приобретенных лицензий. И от стоимости технической поддержки вам, как нашим партнерам, будет, соответственно, начисляться ваше партнерское вознаграждение. Но это вознаграждение, оно не просто за перепродажу. То есть, тут надо понимать, оно и в том числе за то, что вы обеспечите на себе второй уровень технической поддержки. Телефонной линии не будет, то есть, в перспективе будем создавать для этих целей Helpdesk. Пока Helpdesk нет, электронная почта, принцип тот же. Обращение по электронной почте, появляется тикет, этот тикет обрабатывается, вы получаете ответ на ваше обращение в какой-то отведенный регламентом на это срок. Следующая важная составляющая нашего программного продукта – это сервисы. У нас, как вы видели на демонстрации, интегрирован сервис картографии. Есть поддержка сети Гида, Яндекса, Гугла и сервис на базе OpenStreetMap, Axelot Maps. Ну и, собственно, сам условно-бесплатный сервис OpenStreetMap. Мы имеем опыт работы с поставщиками этих картографических сервисов, в частности с CityGid. Соответственно, мы можем предлагать и вам, как нашим партнерам-интеграторам, тоже работать с сервисом CityGid на каких-то взаимовыгодных условиях. Ну и сервис Axelot Maps на настоящий момент бесплатен, но в перспективе, скорее всего, мы будем вводить плату за его использование и, соответственно, будем как-то решать вопросы с вознаграждением для наших партнеров за перепродажу сервисов Axelot Maps. Дистанционное обучение готовим. Готовим. В этом году уже, скорее всего, что-то появится ближе к концу, к 29-му числу. Появятся первые наброски дистанционных курсов по установке. Будет два больших таких направления работы. Это подготовка специалистов-консультантов, то есть больше техническая и методическая подготовка по программному продукту. И коммерческая подготовка – это обучение менеджеров по продажам, то есть тех, кто, собственно, будет выходить на клиента и показывать, предлагать ему продукт, так сказать, с лучшей его стороны. Вот. Это то, что касается технической части. То, что касается коммерческой части, мы вкладываемся очень сильно в продвижение, в рекламу продукта на федеральном уровне. Бренд Axelot, он среди логистических предприятий хорошо известен. Ну, надеемся, что бренд все-таки уважаемый среди логистов. И также мы активно вкладываемся в отдельные бренды наших продуктов, такие как Axelot MS, Axelot WMS. Это все, в общем-то, известные решения. И вы, работая с продуктом у себя в регионе, уже приходите на некую подготовленную почву. То есть вам, если вы имеете дело с профессионалами, вам не надо доказывать, что вот этот бренд хорош, так как, в общем-то, мы уже постарались для того, чтобы донести эту информацию до наших потенциальных пользователей. Теперь о том, как стать нашим партнером. Вот такая вот табличка из четырех ячеек подробнее. Первый вопрос, на который надо ответить, это есть ли у вас отраслевые компетенции и готовы ли вы создать у себя постоянную практику. Если вы чувствуете в себе силы и компетенции у вас есть, и даже у вас образовался некий потенциальный клиент, которому с большой долей вероятности вы готовы предложить наш программный продукт, то для вас последовательность действий следующая. Мы можем оперативно заключить с вами сублицензионный договор на поставку продукта. Вы по этому сублицензионному договору получаете продукт у нас по партнерской цене и предоставляете его клиенту уже по цене конечного пользователя. То есть вопрос с вашим клиентом будет закрыт оперативно. Далее, если вы хотите у себя создать эти отраслевые компетенции, а вы хотите их у себя создать, вам необходимо приобрести инферверсию и подготовить специалистов по ней, используя документацию в комплекте поставки, используя партнерскую техподдержку, которая является неотъемлемой частью продукта, и используя те дистанционные курсы обучения, которые мы для вас будем готовить. Разместить информацию у себя на сайте. Это вот такая минимальная маркетинговая активность. То, что вы говорите, что этот продукт можно у нас приобрести, то, что мы являемся официальным партнером компании Xylot. И со всем этим пакетом мы выходим на партнерское соглашение, подписываем официальное партнерское соглашение, и вы, собственно, представляете наш программный продукт для всех ваших клиентов. Другой вариант, когда горячего клиента у вас нет, это даже более предпочтительный вариант, потому что нет никакой спешки, и можно, так сказать, методично пройти все этапы, разобраться с продуктом, разобраться с его возможностью. Обращаетесь, заказывайте инферверсию. Получаете инферверсию, начинаете ее изучать, готовите специалистов. Оптимальный путь, то есть ваши специалисты понимают, с каким продуктом они имеют дело, задают вопрос на нашу техподдержку, умеют в итоге его грамотно показать и грамотно настроить под требования вашего клиента. Коммерческая служба размещает информацию на сайте о том, что вы готовы работать с нашим программным продуктом и приглашает, соответственно, пользователей обращаться к вам за услугами по автоматизации транспортной логистики, после чего мы выходим на партнерское соглашение, подписываем его, и можно сразу, можно ближе уже к какому-то клиенту, сублицензионный договор и передача вам партнерских прав на программный продукт. Это вот то, что касается такой хорошей практики работы с программным продуктом, то, что мы называем партнерские взаимоотношения. Другой раздел, если вы не готовы создать у себя постоянные практики, не хотите в это дело вкладываться во все, но тем не менее как-то так получилось, что у вас есть на примете клиент, которому вы заинтересованы предложить наш программный продукт. Первое, что нужно сделать, нужно запросить агентские условия. Электронный адрес партнерс собачка Axelotru, он в конце будет показан на слайде. Запрашивайте агентские условия, согласуем их, то есть если обе стороны условия устраивают, заключаем агентский договор, производим поставку клиенту. До июля поставка происходит от компании Axelot, то есть счет и универсальные передаточные документы идут от компании Axelot, вы выступаете в роли посредника, вы администрируете эту сделку. Клиент в дальнейшем остается ваш, то есть мы не претендуем на то, чтобы работать с этим клиентом, вот именно в этой схеме, то есть это ваш клиент, внедрение либо вашими силами, либо клиент внедряет программный продукт самостоятельно. Как только сделка закрывается, вы получаете агентское вознаграждение. Далее, если вы занимаетесь этим клиентом, вам, естественно, рекомендуется приобрести Infair-версию, но для того, чтобы понимать, а что же вы продали вашему клиенту, грамотно предлагать ему услуги по внедрению и сопровождению программного продукта. Ну, вот такой еще интересный случай, что отраслевых компетенций у вас нету, клиента на горизонте нету, но вот очень хотите работать с этим программным продуктом. Ну, отлично. Во-первых, подумайте, а может, все-таки вы заинтересованы в том, чтобы эти компетенции у себя создать, и в этом случае ситуация сместится в левую колонку, когда у вас отраслевые компетенции. Ну, их как бы еще нету, но вы их хотите у себя создать. Что мы можем вам предложить? Мы вам можем, конечно же, предложить приобрести Infair-версию и заняться подготовкой специалистов по транспортной логистике и специалистов по автоматизации транспортной логистики. В любой момент, когда у вас появляется клиент, вы запрашиваете агентские условия. Если к этому времени вы уже почувствуете себе силы на создание постоянной практики, можем вернуться к разговору о партнерских взаимоотношениях. Это то, что вот проведено в левой колонке. Что не входит в партнерскую программу, но обсуждается индивидуально? Это прежде всего вот такое классическое понимание агентской схемы, когда вы хотите заработать на том, что приведете клиента. Причем приведете его полностью. То есть вы не хотите вообще участвовать в продаже. Вот у вас есть какое-то входящее обращение от вашего старого клиента, какого-то друга, бывшего коллеги, еще кого-то. И вы приводите этот лид для того, чтобы уже отдел продаж Аксилота как-то предложил ему программный продукт. Это все обсуждается индивидуально. Это не партнерская программа по продукту. Это, ну, скажем так, это партнерство уже на уровне компании. Обращайтесь, соответственно, обсудим, предложим варианты, но какой-то здесь постоянно действующей схемы нет. Привлечение специалистов Аксилота на пресейл обсуждается. То есть если у вас есть какой-то интересный клиент, интересный проект, в котором вы работаете, скажем, по внедрению ERP возникает интерес еще как-то расширить функциональную область этого проекта, то же самое обсуждается все это индивидуально. Обращайтесь, контакты входящие те же, обсудим, предложим. Ну и, разумеется, сумм подряд и ген подряд это все тоже очень сильно индивидуально. Все это не укладывается ни в какие шаблоны и схемы. Все это требует отдельного обсуждения. На этом все. Спасибо за внимание. Адрес для обращений указан на слайде partners.sobachka.xilot.ru Обращайтесь, задавайте вопросы, спрашивайте к вашим услугам NFR-версии. Заказ тоже по этому адресу. Спасибо за внимание. Продолжение следует...